Вы же просили в трёх экземплярах! Тоби Магуайр играл Человека-паука в свои 25 лет, а Эндрю Гарфилд в 26. И вот после них новым членовеком-пауком стал 19-летний танцор, занимающийся гимнастикой, Том Холланд, чей отец – английский комик Доминик Холланд. Тому выбрали среди более 200 претендентов, среди которых также были актёры Тимоти Шаламе и Эйса Баттерфилд. Я теперь позор семьи, и жить со мной тоже позорно. Костюм Человека-паука для Тома Холланда был суперудобный, в кавычках, и ему приходилось есть через отверстие в глазе только жидкую пищу во время съёмок. Также он сказал, не помню во время съёмок в какой части Человека-паука, что ему один день или пару дней пришлось совсем ничего не есть и не пить, и не ходить в туалет, потому что у них тогда был напряжённый график, а чтобы снять с костюм Человека-паука, сходить в туалет, либо поесть, по-мольшому, либо по-маленькому даже сходить в туалет, у него на это тогда не было времени, потому что съёмки были загружены. Костюм Человека-паука для Тома Холланда в итоге было решено сделать на компьютере, и только поначалу он носил настоящий костюм Человека-паука, а в последующем это уже был костюм для захвата движения, который заменяли потом на компе в финальном монтаже. Только лишь для некоторых сцен Том Холланд в настоящем костюме Человека-паука, и чтобы залезть в подобный утягивающий костюм и успешно вылезти из него, как сказал Том в интервью, его обсыпали тальком. Также Том носил трусики типа стринги под костюмом, так как он был в обтяжку, и нормальные трусы бы виднелись под костюмом. Это знают все девушки, носящие обтягивающие платья. Том Холланд впервые в большом кино появился в фильме «Катастрофе» и драме «Невозможное» 2012 года. Ему было тогда всего лишь 14 лет, и за роль Тома номинировали на премию «Сатурн» как лучшего молодого актера. Это был великолепный дебют для Тома Холланда, и в фильме его роль огромная и главная. Фильм про выживших после цунами и основан на реальных событиях. Также в одной сцене фильма можно увидеть тютельку Наоми Уоттс. После фильма «Невозможный» Том Холланд пробовался на роль Фина в фильме «Звездные войны. Пробуждение силы» 2015 года, но роль тогда получил загорелый актер Джон Боега. Представили «Крошку паучка» Тома Холланда впервые в фильме «Первый мститель. Противостояние» 2016 года, где было еще много цветастой петушни, и Томми за это появление получил премию «Сатурн» как лучший молодой актер, а также взял 250 тысяч денег. Фильм же номинировался на премию «Сатурн» как лучший фильм по мотивам комикса, но получил премию «Сатурн» тогда странный доктор Доктор Стрэндж. В оригинале фильм «Первый мститель. Противостояние» называется «Капитан Америка. Гражданская война», и Крис Эванс за очередную роль «Капитана Америки» взял уже огромнейшие 15 миллионов, потому что в цветастой петушне снимаются только ради огромнейших бабок. Благодаря невысоким сборам фильма «Удивительный Человек-паук» 2014 года с Эндрю Гарфилдом в главной роли, студии Columbia Pictures, Marvel и Sony договорились, и результатом их договора стало то, что Человека-паука перезапустят, вплетут в супергеройскую маюту «Мстителей», и он станет одним из «Мстителей». А также «Человек-паук» получит отдельно свои новые три фильма. «Первый мститель. Противостояние» можно назвать «Ссора в курятнике», так как здесь в основном петухи сражаются против петухов, и есть одна курочка. Фильм входит в сборник топ-10 фильмов для геев, которые надо смотреть, держа своего парня за руку. И теперь, когда заграничные студии не показывают свои новинки кинематографа голливудского в наших кинотеатрах, детям нечего смотреть. И там гоняются лишь индийские фильмы, а дети не пойдут смотреть «Человека-зиту» против «Человека-гиты» и подобные фильмы. Это настал судный день для наших кинотеатров. Том Холланд подписал контракт на шесть фильмов, где он будет играть Человека-паука. И с выходом фильма «Человек-паук. Нет Путина. Домой» 2021 года, этот контракт был закрыт, так как помимо трёх полноценных фильмов про Человека-паука, Том ещё сыграл Паука в трёх фильмах про Мстителей. А вы кто? Мы Мстители, чувак. И кстати, когда нам представляют Человека-паука, Железный Человек зовёт его словами «Анде Рус». Анде Рус! Это популярный бренд нижнего белья для детей. Таким образом, Тони подстёбывает в очередной раз Паука, что тот малыш. У «Анде Рус» была, кстати, также серия белья с супергероями, где был и Человек-паук. А у нас в дубляже Тони зовёт Человека-паука словами «Чувачок!» А в фильме «Человек-паук. Возвращение домой» 2017-го в дубляже у нас Питер говорит, что его звали словами «Паучок», а не «Чувачок». «Мистер Старк такой, Паучок! Я прыгаю через капитана, краду его щит и...» «Чувачок!» «Паучок! Я прыгаю через...» И кстати, я Сергей, и вы на канале «Ай люблю людей». Если хотите мне помочь, то подписывайтесь на Яндекс.Дзен канал, смотри софт, ссылка есть в описании, и также на Яндекс.Дзен канал «Ай люблю людей». Этим вы мне реально поможете, если хотите, конечно же. Не хотите? Неужели не хотите? Неужели не хотите? Неужели не хотите? Неужели не хотите? И каждая часть этого Человека-паука имеет слово «Дом» в своём подзаголовке. Возвращение домой, вдали от дома, нет пути домой. И Человек-паук тут становится, похоже, домовёнком. «Ты вообще здесь понарошку». «Я понарошку! Это вы тут понарошку!» «А я работаю!» «А кто понарошку работает, тот всё равно понарошку». За роль в «Человеке-пауке» 2017-го домовёнок Холланд взял полтора миллиона денег и вошёл в Книгу рекордов Гиннеса, как самый молодой актёр, сыгравший в петушковых КВД-фильмах, то есть кожвен-диспансере Марвел. Перезвоните мне. Это Питер. Паркер. Пошёл ты нахуй! Бюджет фильма «Человек-паук. Возвращение домой» 2017-го года был, конечно же, шикарный. 175 миллионов долларов. И принёс он огромные 880 миллионов, став шестым самым прибыльным фильмом того года, уступив лишь «Форсажу-8» и «Звёздным войнам» эпизод 8. «Звездные войны» эпизод 8 тогда заработал 1 миллиард 300 миллионов аж. Как сказал Том Холланд на обложке к фильму «Человек-паук. Возвращение домой», он спит во время перерыва. И за роль в «Пауке» 2017-го Тому всучили премию «Сатурн» как лучшему молодому актёру. Ты откладываешь яйца? Что? Ну нет! Новый Мэри Джейн, у которой уже имя не Мэри Джейн, а Мишель Джонс стала вегетарианка, актриса и певица Зиндея. Это был её дебют на большом экране. И у них с Томом Холландом начались отношения, которые она подтвердила в ноябре 2021-го. Помимо Куни, она научила Тома улыбаться, когда его фотографируют. Ну да, допустим, но... Возможно, в будущем у них будут паучата. Паучайте лучше ваших паучат! А поначалу, кстати, на роль новой Мэри Джейн рассматривалась Кая Скодиларио, которую мы помним по роли пятой части «Пиратов Карибского моря», про все части которых есть, кстати, ролик в описании. Я занималась горологией. Стыдиться тут нечего. Каждый зарабатывает как может. Это институтская дисциплина. У меня мать была из институток. Режиссером всех трех «Человеков-пауков» с Томом Холландом стал Джон Уоттс, который до этого режиссировал музыкальные видеоклипы, а затем он написал сценарий и срежиссировал ужастик «Клоун» 2014 года, а также провальный фильм «Полицейская тачка» 2016 года. Еще его назначили на режиссера второго перезапуска фильма «Супергеройская четверка», как она там была, «Фантастическая четверка». Но Джон Уоттс сказал, что хочет отдохнуть от режиссура супергеройских фильмов, и теперь кто будет режиссировать уже второй перезапуск «Фантастической четверки» неизвестно. А если не выйдет? Если это займет слишком много времени, например, годы? А первый перезапуск, кстати, провалился. Я его посмотрел и написал свое мнение в Яндекс.Дзен канале, и ссылка на эту статью будет в описании. Если кому интересно, можете глянуть. Ты прав. Это фантастика. Главного злодея «Стервятника» в «Пауке» 2017-го должен был играть Джон Малкович. Еще когда планировался четвертый фильм с Эм Рэйми «Пауком Тоби Магуайром». Позже планировался на роль Гэри Олдман, но в итоге спустя годы роль «Стервятника» получил бывший Бэтмен Майкл Китон. Если бы Китон не смог тогда сыграть роль «Стервятника», то роль бы тогда получил джедай Марк Хэмилл. Люди платили за то, чтобы видеть, как я жарю их по интернету. Персонаж Майкла Китона «Стервятник», которого зовут Эдриан Тумс, и его команда занимается в «Человеке-пауке» тем, что собирают инопланетные обломки после вторжения инопланетян, которых победили мстители. И из этих обломков Эдриан Тумс и его команда построили свои технологии. «Спасибо за службу, дальше мы сами». «Кто вы такие?» «Я вас не звал! Идите нахуй!» Тум Холланд однажды в интервью проспойлерил, то есть рассказал лишнего о грядущем фильме «Человек-паук», а именно он выдал под заголовок фильма «Вдали от дома». Позже это коммерчески стали использовать, что он типа случайно что-то сказал лишнего в интервью, и это было уже все фальшивкой, в инстаграме даже он там типа читает такую конфиденциальную сценарий свой, там показывает, а там крупными написаны буквами конфиденциальная информация. Но это все было коммерческое, как я говорил, и на самом деле только лишь первое он выдал под заголовок «Вдали от дома». Все остальное это постановка. Все это было рекламой и пиар-компанией, чтобы потом зрители делились этим роликом и таким образом поднимали интерес к грядущим фильмам. Молодец, Человек-паук! Пум-пум! Новый миф! Морозная свежесть! Ему и летом мечтают об этом! До сих пор не понимаю, как Человек-паук цепляется за поверхности. Как показали в пауке с Тоби Магуайром, на коже находятся коготки-волоски, и с помощью них Человек-паук цепляется. Но в основном ведь паук в перчатках, через которые микроскопические коготки ведь не пробьются. Как в костюме Том Холландовский Человек-паук держится ногами за стену, мне тоже непонятно. Непонятно! Однако дальше он уже лазил в перчатках с открытыми пальцами, чтобы цепляться за поверхность самолета. Но в Человек-паук нет Путина домой. 2021-го паук Гарфилда цепляется за потолок опять в перчатках. Непонятно, чем он цепляется и что за магниты там у него. В общем, как я понял, клали создатели с прибором на эту мелочь, просто жри попий корм и смотри красочно разодетых мужичков. Ты откладываешь яйца? Что? Откуда ты знаешь? А на 17.05 в Пауке 2017-го, когда паук сидит на поезде, по-моему это обратная съемка. Так как состав движется вперед, но непонятно, что тянет его вперед. Ведь передний вагон такой же, как и остальные, пассажирский. А впереди вообще должен быть вагон с машинистом и лобовое стекло, а также паровой двигатель, либо какой-то электрический двигатель. Но ни того ни другого нету. Значит, это просто обратная съемка, либо поезд. Ненастоящий! В Пауке 2019-го Пауку дали голосового помощника, в точности как у Железного Человека. Только тут озвучивала уже его женщина. И у нас в дубляже озвучивает голосового помощника Паука Инги Киборга Дабкунайте, которая в одной сцене свои слова сказала с большой улыбкой. Хотя в оригинале там актриса говорила без улыбки и без такого приятного мягкого голоса. Ваши подражания очень смешные. И в дубляже у нас Инга Киборга почему-то говорит совершенно без своего фирменного акцента, который у нее просто офигенный и мне он очень нравится. Видимо, в дубляже все-таки ее заставили говорить с чисто русским произношением, без ее колоритнейшего акцента. Что я лично считаю неправильным. У каждого должен быть свой подход и акцент. И у нас не должен быть каждый озвучивающий персонаж говорить как Светозар, а женщины как Марфа Васильевна. Инги Борги или Москоборга, как ее там? Инга. Мне все равно. В Пауке 2017 добавили расового разнообразия и флэша тут играл гватемалец Тони Ревалори. Друга Питера Паркера играл филиппинец Джейкоб Баталон. А также я заметил, что в членовеке Пауке 2019 среди учеников была мусульманка, которая закрывает волосы. Наконец-то. В Пауке 2017 Паук Тома Холланда влюблен и ухлестывает за девочкой по имени Лиза с фамилией Ти. И все вместе получается Лиза Ти, которую выпилили из Паука 2017 в конце, чтобы она освободила место для Эм-Джей в последующих частях. Да. После успеха фильма Человек-паук 2017 Тома Холланда рассматривали на озвучку Ёжика Соника, но не выбрали его. А еще небольшую роль в Человеке-пауке 2017, а именно роль первого шокера, сыграл актер Логан Маршал Грин, который потом получил главную роль в офигенном экшене будущего под названием Upgrade 2018 года, который я недавно посмотрел и он мне офигенно понравился. При всего лишь трехмиллионном бюджете фильм показал такое, что не может показать фильм даже за 100 миллионов порою. У человека, застрелившего вашу жену, в руке нет оружия. Оно имплантировано в его руку. Про фильм Upgrade я тоже написал статью в Яндекс.Дзен. Подробнее в будущем еще расскажу в ролике каком-нибудь. А если вам уже интересно это почитать, то загляните в описание к этому видео. Там будет ссылка на статью. Благодарю. Следующее появление Тома Холланда в роли Человека-паука было в фильме Мстители. Война бесконечности 2018 года, который при огромных 400 миллионах бюджета принес гигантские 2 миллиарда... миллиорды. Принес гигантские 2 миллиарда долларов, став самым прибыльным фильмом года и четвертым самым прибыльным фильмом за всю историю кинематографа. А вы кто? Мы Мстители, чувак? Я вас не звал! Идите нахуй! За роль в фильме Мстителей Война бесконечности 2018 года Том Холланд получил 3 миллиона долларов аж. А также он вроде как не получил сценарий ни до фильма, ни во время съемок. Так как он до этого проспойлерил название под заголовком Человек-паук вдали от дома. В этом фильме про Мстителей Человек-паук получает новый железный костюм благодаря железному человеку Тони Старку. И Человек-паук тут умирает и растворяется в небытие. Но ведь все мы прекрасно знаем, что в супергеройских фильмах из положительных персонажей умирают лишь второстепенные актеры на подсосе. А большие герои никогда не умирают. И почти всегда без травм. Лишь с мелкими царапинами. И поэтому, естественно, Человек-паук позже в следующем фильме воскресает. Простите. В 2019 году вышло продолжение Человека-паука с Томом Холландом с подзаголовком «Вдали от дома». Действия которого происходят спустя 8 месяцев после событий последнего фильма про Мстителей, когда все злодеи были побеждены вроде как. Но в супергеройских фильмах суперзлодеи никогда не кончаются. И тут новым злодеем становится Мистерио, которого неизвестно за сколько миллионов сыграл Джейк Джилленхол. Но известно, что изначально Мэтт Дэймон отказался от этой роли. Возможно, из-за малого количества денег. Мое имя Мистерио. Бюджет у Человека-паука 2019 года был 160 миллионов долларов, а заработал фильм 1 миллиард 100 миллионов, что чудовищно было успешно. Также Том Холланд за роль Человека-паука и певица-актриса Зиндея за роль его подружки номинировались на премьер Сатурн как лучшие актеры. В этой части у Человека-паука появился новый черный костюм, который был сделан как на компе, так и в реальности для съемок некоторых сцен. И в окуляры этого костюма были встроены вентиляторы, чтобы очки Человека-паука не запотевали. Ого, да вы врете, как дышите. Начинается эта часть с того, что вдруг ни с того ни с сего. Питер говорит, что влюблен в Мэжо. Может в Мстителях было у них что-то общее, я пропустил это, наверное. А может и просто. Он тут бац и влюбился в нее. Я запал на Мэжей, понимаешь? Она клевая. Подобное я ранее видел в пятом эпизоде Звездных войн, когда вдруг в начале нам показывают, что Хан и Лея уже ссорятся, как парочка влюбленных, и между ними отношения. Неопрятно выглядящий ботан скотовод. Кто это неопрятно выглядящий? Еще в Пауке 2019-го можно увидеть в одной сцене автомобиль Жигули. Нифига себе Жигуль! А в конце Человека-паука 2019-го пишется, что фильм посвящен Стену Ли и Стиву Дитко. Стив Дитко был художником, который придумал именно визуальные образы супергероев Марвел, а придумал этих супергероев и их особенности с суперспособностями Стен Ли, который умер тоже в 2018-м вместе со Стивом Дитко. И он также появлялся в камео во многих фильмах Марвел про супергероев. Куда повысовывались? Космолетов что ли не видели? На 1.23.15 в Человеке-пауке 2019-го в дубляже у нас говорят Голландия, а в оригинале там Нидерланды. Добро пожаловать в Голландию. И после выхода фильма Человек-паук вдали от дома, с 1 января 2020-го официальные учреждения, компании, печатные издания и вузы Нидерландов стали обозначать свою страну только под названием Нидерланды, отказавшись от названия Голландия. Министерство иностранных дел Нидерландов объяснило, что это сделано в целях формирования унифицированного национального бренда. А в конце Человека-паука 2019-го Мистерио раскрыл всем людям, что Человек-паук это Питер Паркер. Следующее появление Тома Холланда в роли Человека-паука было в сцене после титров Веном 2 2021-го года. Человек-паук нет пути на мой хой вышел в декабре 2021-го и был номинирован на Оскар за визуальные эффекты. Но Оскар за эффекты тогда получил скучный фильм Дюна, про который я рассказывал в одном из предыдущих роликов, ссылка на который есть в описании. Особенно заслуживает номинацию на Оскар абсолютно естественное магнитное пролипание Человека-паука к потолку. По слухам, именно Том Холланд уговорил студии Дисней и Сони, владеющие правами на героев, сотрудничать. Они договорились, и поэтому Человек-паук нет пути домой начали снимать и выпустили в свет. Проблема была в том, что тут много злодеев из предыдущих фильмов про Человека-паука, правами на которыми владеет компания Сони. Но ничто так не убеждает студию, как количество нулей в договоре и процент с прибыли от фильма, с возможностью продолжать зарабатывать на будущих фильмах этой серии. Ведь Человек-паук 2021 это далеко не конец. Неужели на том и конец? Конец, конец! Концы буду! Но конца для супергеройских фильмов не будет никогда. Будут лишь временные паузы для перезапусков, продолжения, спин-оффы, сериалы, мультсериалы и точка невозврата уже пройдена. Кинематограф изменился навсегда. До тех пор, пока супергеройские фильмы становятся номером один и приносят несколько миллиардов долларов, они всегда будут существовать. Но сегодня, будь ты хоть трижды гениален и суперпрофессионал, кому ты нужен? Если не рассекаешь в плаще, не полишь из наручных лазеров, до тебя никому дела нет. Поначалу в Пауке 2021 планировали показать Крейвена-охотника, которого ранее мы видели в мультсериале про Человека-паука, который шел в 80-е и 90-е. Мое имя Краве. Я обитаю среди животных. Но в итоге было решено работать с идеей мультивселенной, приведя предыдущих Человеков-пауков и суперзлодеев и сделать фильм максимально популярным и необычным. Вы же просили в трех экземплярах. А Крейвена-охотника, которого зовут Сергей Кравинов, показать позже, а именно 13 января 2023 года. И играть его будет Аарон Тейлор Джонсон, сыгравший супергероя Рвоту, то есть Ртуть, в фильмах про Мстителей. И он же играл главного героя в фильмах Пипец. А кто я? Я Пипец. Человек-паук 2021 года стал чудовищно популярным. И при 200-миллионном бюджете он принес 1 миллиард 890 миллионов и стал самым успешным фильмом 2021 года. А также стал шестым самым успешным фильмом за всю историю кинематографа. Привет, Серега. Держи на одну дощечку. А теперь я на болевшем более 100. Более 200, 300, 400. Набалило? Извини. В фильме Человек-паук 2021 сыграла куча звезд из предыдущих фильмов про Человека-паука. И бюджет, конечно, у фильма был просто безумный. Или каждый получал процент с прибыли. Нам бабло важнее. Да, точно. В этой части все либо супергерои, либо суперзлодеи. Даже друг Человека-паука оказывается магом. Его играл вновь Джейкоб Баталон, который скинул 46 килограмм, бросив жрать всякий кал. Весь замут в Человеке-пауке, Нет Путина Домой 2021 года произошел из-за того, что доктор Стрэндж послушал сопляка-паука, захотел ему помочь стереть память некоторым людям, которые знают, что он Человек-паук. И в итоге там все переглючило. И открылись порталы в параллельные вселенные, из которых поперли суперзлодеи и супергерои Человеке-пауке. Замут, конечно, для детей абсолютно. Ну а что, собственно, ожидать от детского супергеройского фильма. Тем не менее, мне было интересно смотреть фильм, потому что там был мой любимый Человек-паук Тоби Магуэр, поскольку для меня он был первым, и мне тогда это было интересно. В остальном фильм полная муйня для детей, с красками, как обычно в супергеройских фильмах. Сейчас весь мир забудет, что Питер Паркер – это Человек-паук. Благодаря зарплате в Человеке-пауках и Uncharted, Том Холланд то ли получил в подарок, то ли купил себе премиум автомобиль класса люкс электрический Porsche, стоимостью около 10 миллионов рублей, если перевести на наши. И за это респект. А также у Тома было всего лишь два дня отдыха после съемок в фильме Uncharted, после которого начались съемки в фильме Человек-паук в 2021, который вышел. Несправедливо. Абсолютно несправедливо. Плаксой-пауком в этой части становится Эндрю Гамадрил и отнимает пальму плаксивости у Тоби Магуайра. И как он сказал в интервью, сцена, когда его паук ловит Эмджей, это именно Эндрю предложил, чтобы была подобная сцена в фильме, чтобы его паук все-таки смог спасти от падения девушку, так как ранее у него это не удалось в Человеке-пауке 2014. Кстати, плаксивые главные герои это теперь, видимо, новый тренд, так как новый Бэтмен Роберта Паттинсона тоже три раза за фильм немножко рыдает и глаза на мокром месте у него. Я мист! Я мист! Я мист! Еще в Человеке-пауке 2021 появился Сорвиголова. Его играл Чарли Кокс, который ранее играл Сорвиголову с 2015 по 2018 в одноименном сериале. Сорвиголова? Да, в любом случае лучше дьявола адской кухни. Не поспоришь. Актеры Рис Иванс и Томас Хейден Чорч в фильме про Человека-паука 2021 лишь озвучили своих персонажей Ящера и Песочного Человека. Их воссоздали полностью на компе, так как актеры были заняты на съемках других фильмов, видимо. А может просто это было дешевле и теперь все дешевле делать на компе, чем по-настоящему. Началось веселье. Персонаж Джейми Фокса Электро был в Человеке-пауке с Эндрю Гайлфилдом лысеющим гнилозубым очкариком с голубой кожей, а в Человеке-пауке с Томом Холландом он с волосами, без очков и загорелый. Видимо, Джейми Фокс отказался брить голову вновь, быть задротом и опять мазаться синей краской для тела. И сделал себя уже крутышом. Я тут нравлюсь себе. А слова про Чёрного Человека-паука это импровизация Джейми Фокса на съемках. Ну я думал, ты темнокожий. Ладно, не извиняйся, наверняка и Чёрный Человек-паук где-то есть. И после съемок в Человеке-пауке 2021 года Джейми Фокс вроде как теперь рассматривается на главную роль в очередной экранизации фильма Спаун, которая ранее выходила в 97-м году и главную роль где играл Майкл Джей Уайт. Про этот фильм Спаун я делал ранее ролик на канале, есть ссылка в описании. А Спаун должен выйти, наверное, через пару лет уже. Скоро у тебя вырастут волосы в забавных местах и ты начнешь думать о девочках. Альфреда Малина для съемок в Пауке 2021 омолодили на компе. Ищу пыльца осьминога, ему сделали тоже полностью на компе. Все меньше и меньше реальных вещей в супергеройских фильмах остается. Альфред в интервью сказал, что согласился на роль только ради денег. Также Альфред Малина в интервью сказал, что Том Холланд настолько хорошо понимает в углах съемки, в линзах для камер, в моментах каких-то мелочах в кинематографии, что через 5-6 лет он точно будет режиссером. Смотри, что я принес! Ух ты, Дэнди! Распаковываем и подключаем к нашему телевизору. А подойдет? Дэнди к любому подойдет. Вау! Выбираем игру. Давай вот эту? Давай. Черт, это мой пульс. А это мой. Поехали! Даже жарко! По-моему, ты забыл переодеться. Иди, 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 иди. Актёр Уильям Дефо в прошлом Человеке-пауке с Тоби Магуайром в образе Гоблина постоянно носил примитивную пластиковую маску, которая полностью скрывала его лицо и игру. И поэтому в этой части фильма Гоблин маску свою разбил, и весь фильм ходит без неё. А вот сам актер Уильям Дефо эту маску Гоблина одел на премьеру Человека-паука в 2021-м. Трус! Трус! Ты об этом пожалеешь! На 1.3330 фразу «Большая сила, большая ответственность» Паук Гарфилд говорит, что сказал дядя Бен. Но эту фразу ведь сказал ему не дядя Бен, а его отец в удаленной сцене. И фразу про большую силу и большую ответственность это Пауку Магуайру, сказал его дядя Бенни Хилл. Большая сила требует большой ответственности. Несмотря на повсеместное использование Apple во многих фильмах, Пауке 2021-го мы видим Windows 10. Большая сила накладывает большую ответственность. Про все предыдущие Человеки-пауке с Эндрю Гарфилдом, Тоби Магуайром я делал уже ранее ролики, ссылки на них есть в описании к этому видео, а также, если кто покупает на Озон, то загляните в описание, там я сделал ролик и показал, как можно сэкономить при покупках на Озон. Можно там просить скидку и еще какие-то моменты. Кому интересно, в общем, загляните в описание. Если нет силы, то и ответственности нет. Такой мой Ютуб Мстителей, и он станет одним из Мстителей. Слюны копятся до хрена. Твой подход и акцент. И не должно быть у каждого у нас дубляже. То есть ник и должен... И не должен быть. Вы мне этим очень поможете, если подпишетесь, и будете периодически смотреть на мою залупу. Что там, как там надо сказать-то по-умному, по-интересному. Этим вы мне реально поможете, если хотите, конечно же. Сергей, здравствуй. Обожаю ваши ломовейшие видеоролики. Подписан только на вас. Патриемый контент должен быть оплачен. Тоби Магуайр. Магуайр. Куайр. И с выходом фильма Человек-паук нет пути на мой домой, как сказал Том Холланд на обложке к фильму Человек-паук, он сосет х... Ненастоящий. В 2019 году вышло продолжение Человека-паука с Томом Холландом под спиной. Фига, Сержи Голь. Сергей, там... Это Сергей Крэйвен, охотник. У него большой и вкусный такой. Большой... У него был большой и сочный.